Похолодание в этом деле только на руку в городе. Заливают катки. Непригодные поломанные коробки отремонтировали и уже через пару дней детвора и все любители зимнего спорта смогут встать на коньки. Глава администрации Александр Кузьмичев сам на коньках не катается. Ему больше по душе лыжи. Но во время инспекционной поездки чиновнику все же пришлось выйти на лед. В этом году у нас будет залито 20 катков в городе. Занимается клуб «Восток». И хочу сказать, что кроме катков в городе будет проложено 15 километров лыжных трасс. Причем одна из трасс будет освещенная. Это в парке Степаново. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы для жителей города в зимний приют были созданы условия для занятий физкультурой и спортом. На улице Красных Зорь будет сразу два катка. Во дворе первого и сорок пятого дома. Детвора уже не первый год здесь оттачивают мастерство фигурного катания. Но, к сожалению, бесплатные катки не всегда хорошего качества. Его уже частенько заливали. Раньше был хороший, когда к риату относился. А теперь в том году были я много. В общем, можно сказать, не очень. Существует целая технология по заливанию катков. В качестве основы формируют специальную подушку. Затем заливают слой холодной воды, потом горячей. И так чередуют в течение нескольких дней. Идеальный каток – это примерно 8 слоев заливки. Воду, как правило, берут из близлежащего дома. Но жители за лед не платят. В обязательном порядке ставится счетчик, который нам опломбирует водоканал. И средства идут из выделенных средств муниципальному учреждению «Восток» на заливку катков специально. Примерно это в авансовых платежах у нас идет порядка на 300 кубов 10 тысяч рублей аванса. Крупные городские катки официально откроются только через полторы недели, 22 декабря. Покататься на свежем воздухе можно будет в парке Степаново, на стадионе «Текстильщик» и в городском детском парке. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!